МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вот вы у нас возглавляете Комитет по социальной политике. Вот меня всегда интересовало, знаете, какой вопрос? Вот стоит ли поддерживать людей вот эта социальная помощь? Насколько она важна вообще? И в каких она важна рамках? Может быть, человек ведь, который умный и трудолюбивый, сам может себе заработать? Социальная политика как таковая, конечно, она должна быть. Но каждый из нас вкладывает в это понятие свое. Значит, один считает, что социальная политика – это помощь всем, кто заявился, значит, и чем больше, чем чаще, тем лучше. Другие предлагают, что нет, вот давайте мы жестко ограничим тот набор, контингент людей, которым мы будем помогать по очень жестким правилам. Значит, все остальные, значит, либо сами выкарабкиваются, как могут, значит, ну, либо существуют, как они сейчас там на сегодняшний день привыкли. Я думаю, что, как обычно, истина посредине, потому что мы понимаем, что есть люди, которые могут себя, скажем так, поддержать, обеспечить, социализировать, а есть люди, которые по объективным причинам этого не могут. Кто вообще может получать социальную помощь, то есть люди, которые не могут себя обеспечить? Вот даже в Европе ведь есть такое, что люди говорят, зачем мне работать? Я на социальную помощь лучше проживу. Совершенно верно. Кому надо помогать? Кому надо помогать? Во-первых, людям с ограниченными возможностями. Причем, на мой взгляд, помогать даже не столько в выплате денег, сколько в том, чтобы создавать благоприятную среду для их реализации, для их существования. Пандусы, подъемники, чтобы люди могли выйти в город, чтобы они себя не чувствовали изгоями, там, ущербными и так далее. Далее есть категория людей, ну, вот то, что мы объединяем, там, большим словом, многодетные семьи. Здесь тоже есть масса нюансов. На мой взгляд, то, что мы сделали, ну, скажем так, с посыла президента Российской Федерации о, по сути дела, о раздаче земли для многодетных, вполне разумный шаг, вполне правильный. Но мы опять же понимаем, что есть многодетные семьи, которые бьются за свою семью, которые готовы там работать на двух-трех работах и при этом понимают, что они должны, ну, там, дать детям образование, там, выучить их, дать им путевку в жизнь, как раньше говорили, да? А есть семьи, для которых, извините меня, рождение ребенка – это вид заработка. Доход, конечно, вот я это и хотела сказать. Есть люди, которым медали надо давать за то, что они рожают нам, новых членов общества. А есть такие, которым вообще-то, как бы это ни прозвучало сейчас, вообще надо запретить рожать. Ну, вот это вот, опять же, понимаете, это, с одной стороны, определение на эмоциональной волне, с другой стороны, мы пока точно не представляем, какие все-таки экономические стимулы, какие экономические механизмы должны работать, чтобы, ну, отделить зерна от плевел. Насчет злоупотребления абсолютно точно могу сказать, что здесь должно быть однозначно и жестко, что, значит, как говорил Жеглов, вор должен сидеть в тюрьме. Они не воры, они-то. Воры-то те, которые не помогают. Да, нет, нет, нет. Я как раз говорю про тех людей, да, которые, значит, с некими предложениями выходят и говорят, давайте вот мы вам там обналичим капитал. Вот эти деятели абсолютно точно должны понести заслуженное наказание. Ну, как говорят, человек слаб, да, и если ему предлагают некий вариант, который кажется ему выигрышным, здесь ведь каждый опять принимает решения в силу своих каких-то установок. Ну, честно скажу, я не могу на сегодняшний день дать рецепт, дать однозначный ответ, дать решение задачи, как разрешить эту ситуацию. Давайте двигаться. Это, мне кажется, на самом деле ключевые слова, характеризующие социальную политику нашего государства за последние десятилетия. То есть рецепта нет, значит, слова мы слышим, по сути, одни и те же, да, то есть нужно создать условия, дать удочку вместо того, чтобы дать рыбу, вот это прочее-прочее, набор правильных банальностей, я бы сказал, которые, на мой взгляд, игнорируют то, что происходит с нашим обществом вот за последние десять лет, например. Диссидент какой-то. Значит, если взять доклад Института социологии Российской Академии наук, который вот вышел буквально на днях, который попытался исследовать российскую современную бедность, что у нас произошло за последние десять лет с бедными. У бедных появились айфоны, айпады, посудомоечные машины, стиральные машины. Я цитирую, то есть конкретно говорится об этих достаточно сомнительных благах цивилизации. В то же время современные российские бедные лишились во многом недвижимости, земельных участков, то есть у них стало меньше вот этих благ. В то же время современный бедный россиянин то ли в 50, то ли в 60% случаев имеет несколько кредитов. Причем, если состоятельный более-менее россиянин имеет один-два кредита в банке, то бедный россиянин имеет несколько кредитов. И из этих ларьков на остановках, когда быстро деньги с какими-то там тысячами процентов годовых. То есть люди совершенно не умеют планировать свои расходы. Они остались вот в эти 2000-е годы, когда начался бум потребительского кредитования. И до сих пор набирают эти кредиты, берут в долг у знакомых, у друзей. Не справляются с текущими выплатами. То есть за 10 лет картина российской бедности, она существенно изменилась. А социальная политика это что такое? То есть это дать им возможность как-то более-менее нормально жить. А люди-то ставят крест на себе. Примерно 50-60% из вот этих российских бедных, они утверждают, что они никогда не станут богаче. То есть у людей руки опускаются. Вот, на мой взгляд, социальная политика государства на что должна быть нацелена. Вы понимаете, у вас как-то все сошлось. Значит, бедные там в кавычках с айфонами, айпадами там и на хороших автомобилях. Нет, нет, про автомобили я не говорил. Понятно, что есть люди, которые грезят там и мечтают, и хотят, чтобы все вернулось, как было в Советском Союзе, вот с этой государственной помощью. И есть люди, которые на сегодняшний день понимают, как мне кажется, что, как бы это ни банально звучало, да, счастье создается своими руками. Мы должны абсолютно четко понимать, за что и кому мы выплачиваем социальную помощь. И если это человек, который по объективным причинам действительно реально не может себя обеспечить, он должен получить социальную помощь. Мы должны еще понимать одну вещь. Социальная помощь, она все равно имеет некий ограниченный предел. И хотя вот, если переключиться на тему там сегодняшнего дня, биологет 2014 года это социально направленный, мы уже практически до 70% так сказать общего биологета тратим на социальные нужды, на социальные выплаты, на социальную помощь в том числе и так далее, и так далее. Но мы опять должны с вами через шаг понимать, ну, мы здесь сидящие в студии депутатский корпус, правительство, и вообще, я думаю, что не может быть человека, который не должен это понимать, что деньги, которые мы вкладываем в социальную помощь, они рано или поздно должны, а, заработать, во-вторых, мы должны понимать через шаг, где мы возьмем деньги на следующие социальные выплаты, если таковые будут. Каким образом могут работать деньги эти? Ну, во-первых, я думаю, что если мы вкладываем там эти, я, возможно, сейчас говорю какие-то вещи, которые на сегодняшний день покажутся там малоисполнимыми и мало реальными, но если мы говорим, например, о людях с ограниченными возможностями, да, значит, я считаю, что если мы такому человеку передадим, либо в виде субсидий, либо беспроцентного кредита, окажем ему поддержку в создании собственного бизнеса, то мы прекрасно понимаем, что через шаг это законопослушный налогоплательщик, который эти деньги, которые мы передали безвозмездно, по сути дела, в виде налогов вернет в казну край там. Вот что я имею в виду, когда мы говорим о том, что социальная помощь должна быть в том числе и в виде инвестиций. А что будет, если инвестиции не вернутся никак? Ну, то есть человек создал бизнес, который прогрел через полгода по каким-то объективным причинам. Из ста людей, из ста бизнес-проектов, которые создаются, мы понимаем, что, ну, по разным там данным, кто-то говорит, что 50% является нерентабельным, кто-то говорит, что только 3-5% все-таки начинает приносить какую-то прибыль. Опять же, если говорить о бизнесе, о создании, значит, вы понимаете, что тоже здесь есть два направления. Первое, самое там элементарное, создание рабочих мест. И даже если бизнес не приносит каких-то больших прибыли, то создание рабочих мест, появление людей, которые работают, появление людей, которые получают зарплату и в конце концов платят налоги на доходы физического лица, это тоже некий такой инвест-проект. Значит, и в идеальном варианте, конечно, если бизнес начинает приносить доход и платить налоги еще со своих там доходных денег. Мы с моими коллегами, вот с депутатами, особенно с председателями там экономического комитета, с Еленой Фимной, бюджетного комитета, достаточно часто рассуждаем о том, что такое инвестиции. У меня есть железный довод, с одной стороны, против которого они не возражают, но говорят, что это длинные деньги. На мой взгляд, если все-таки выводить идеальную форму социальной помощи, это должны быть деньги, скажем так, инвестиций в человека. Причем, если попытаться расшифровать эту формулировку, то мы должны дать человеку денег, чтобы, как бы это ни звучало, может быть приземленно или порой цинично, чтобы через некоторое время он начал не впрямую, но возвращать эти деньги в виде налогов, в виде того, что он, заработав заработную плату, отчисляет и так далее. Вот, на мой взгляд, это может быть вот та, как бы, центральная идея, которая должна быть инвестицией в человека в самом широком смысле этого слова, при этом понимая, что этот человек когда-то эти деньги вернет. Не впрямую, но там вот теми инструментами, о которых я говорил. У вас такая чистая вера в то, что в нашей стране никто не умеет. Нет, я искренне хочу разделять вашу точку зрения. То есть я надеюсь, что действительно будущее за именно такой схемой соцподдержки, как раз я рад, что вы ее озвучили, потому что это как раз интересно, когда человек, который в силу каких-то обстоятельств ограничен в своих способностях, получает некие инвестиции, отучивается, начинает работать и приносить уже пользу и себе, и возвращать государству вот это в виде налогов. Ну, не всем нравится такая позиция главы социального комитета, потому что, например, вот Маргарет Тэчер, помните, да, когда она сократила ее, называли похитительницей молока. То есть вот вам она как политик нравится? Когда закрывала там те же угольные шахты в Англии, я думаю, что, ну, она не она, ее кабинет, там, ее эксперты и так далее, и так далее. Я думаю, что они просчитали все риски. И когда взвесили плюсы и минусы, наверное, плюсов оказалось больше, даже при той жесткой политике и достаточно жесткой риторике, которую она проводила. Вы, во-первых, депутат, это человек, который должен помогать, общество так считает. Более того, вы глава комитета специальной политики. К вам, наверное, больше всех люди обращаются с какими-то просьбами, жалобами и так далее. Как часто приходится говорить «нет»? Разные люди приходят. Есть люди, которые приходят, действительно, когда их довела, что называется, до крайности нужда, и они просто не видят выхода из той ситуации, которая есть. Понятно, что я не могу напрямую достать деньги из кармана и ему помочь. Но на всех не хватит. Но в любом случае есть инструмент, скажем так, помочь человеку найти тот алгоритм действий, когда он действительно сможет претендовать на те или иные социальные выплаты. Вот, на мой взгляд, это более серьезная и более сложная задача, потому что тогда человек понимает, что это не разовая подачка, там, не знаю, там, тысячу, там, пять тысяч, десять. А это ситуация, в которую он заходит, и она имеет некий там длительный период реализации. И я надеюсь, что это действительно помогает ему в жизни затем все-таки найти для себя какую-то опору, чтобы двигаться дальше. Я понимаю, что вы уже меня назвали идеалистом. С одной стороны, вы меня назвали идеалистом, и это, на мой взгляд, хорошо. С другой стороны, тот прагматичный подход, когда социальная помощь должна через шаг, через два, пусть не через год, пусть через пять, через десять лет, но она должна быть, ну, извините за такое грубое слово, человеком отработана, получена. Я сейчас не говорю о тех людях, значит, которым мы должны помогать, не рассчитывая на то, что они там станут добропорядочными налогоплательщиками, найдут работу и так далее, и так далее. Наверное, на сегодняшний день, но я надеюсь, что немного людей все-таки, которые действительно могут абсолютно четко прорисовать вот ту социальную политику, которую мы должны реализовать там в ближайшие три, там, пять лет. Спасибо, Сергей Витальевич, вам за откровенный разговор. Будем надеяться, что ваши идеалистические взгляды будут воплощены в жизнь, что у нас все получится. Я не сомневаюсь. Я бы их назвал идеалистически-прагматическими, да. Ну, будем так считать. Спасибо огромное. Напомню, у нас в гостях был депутат Законодательного собрания Пермского края Сергей Клепцин. Всего вам доброго и спокойной ночи. Спокойной ночи. Субтитры создавал DimaTorzok